МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я на своей памяти не помню такой пожаропасной весны, что связано с низким уровнем воды, с отсутствием снега. Специалисты все чаще называют весну жгучей порой. С первым весенним солнцем начинается время уборок и субботников. Но мало кто задумывается, что избавление от сельскохозяйственного мусора и сухой растительности неминуемо тащит за собой целую вереницу экологических мини-катастроф. С выжиганием происходит обеднение почвы. То есть переход от этих минерализованных веществ, которые должны постепенно перегнивать и постепенно поступать в питание растений, происходит быстро, вымывается водой, происходит обеднение почвы. Эффект более быстрого роста травы после палов кажущийся. Сухая трава просто скрывает зеленые побеги. И вот что интересно, минеральные питательные вещества, которые содержатся в золе и ради которой жгут сухую растительность, все равно попали бы в почву при разложении сухой травы. Но чуть позже, летом. А накопленный азот, совершенно необходимый растением в начале их роста, при горении уносится с дымом. Как итог, из-за травяных пожаров почва заметно деградирует. Там, где прошли палы, уже нескоро появятся прежние разнотравья. Чувствительные растения, птенцы, грызуны, насекомые, значит, все погибают от этого огня. Помимо этого, выжигание этой травы дает огромный выброс углекислого газа в атмосферу, что в нашу эпоху парникового эффекта тоже является очень крайне негативным фактором. В конце 2014 года ООН сообщила о самой высокой концентрации углекислого газа в атмосфере за 800 тысяч лет. Вдоль автодороги в городе трава почти пропитана солями тяжелых металлов. А в сельской местности могут гореть остатки удобрений и пестицидов. Все это попадает в воздух, которым дышим мы и наши дети. Значительная часть лесных массивов за последние полтора десятилетия погибла от травяных пожаров. А ведь эти леса активно создавали в нашей стране наши отцы и деды на протяжении последних ста лет. Молодые деревья страдают прежде всего. То есть все особенно искусственные посадки, сосны, березы, которые попадают в это возгорание, они еще небольшого, скажем так, размера располагаются в пологе травы и с выжиганием травы они погибают однозначно. Страдает, увы, не только флора и фауна. Практически каждый год весенние палы приводят к несчастным случаям. Возгоранием жилых домов, хозяйственных построек, гибели людей. В республике с начала года по причине выжигания сухой растительности погибло 13 человек. Большинство в своем это люди пожилого возраста. Они разводят огонь, не учитывая погодные условия и другие внешние факторы. В результате это приводит к трагическим последствиям. Сжигать мусор на своем участке можно, но необходимо соблюдать правила элементарной безопасности, которые, казалось бы, известны всем. Например, костер должен быть не ближе 10 метров от построек, 20 от леса и 30 от соломы. Но сводки МЧС продолжают тревожить и шокировать. Для борьбы с пожарами по причине выжигания сухой растительности созданы мобильные группы. В Боминской области проведено более 5000 рейдов. Главной целью рейдов является не составление протокола об административном правонарушении, а разъяснение гражданам законодательства, разъяснительная информативная работа. Мы должны им сообщить о том, что это должно контролироваться, это должно быть в безветренной погоде. Кроме того, весенние палы чреваты и для бюджета поджигателей. Если вина этих людей будет доказана, им грозят немалые штрафы, а в особых случаях уголовная ответственность. Примерно за один квадратный метр в районе базовой величины можно получить, если пересчитать все поле, то суммы просто будут колоссальны. Причиной возгорания может стать не только выжигание сухой травы и кустарника, но и оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, солнечный луч, попавший на брошенный человеком осколок стекла. Большинство любителей отдыха на природе уверяют, что убирают за собой мусор. Откуда тогда в наших лесах и около водоемов столько мусора – этот вопрос остается почти риторическим. Вся территория загажена. Постоянно так. Как вы думаете, кто-то мусорит? Кто приезжает, тот и мусорит. Мусор повсеместно после зимнего периода – еще одна головная боль экологов. В ходе природоохранных рейдов специалисты сталкиваются со значительным числом нарушений, в том числе с загрязнением лесов, водоохранных зон и мест отдыха. Наши берега загрязняются. При половодии этот мусор сносится в реку, чем загрязняет окружающую среду. Как правило, данные нарушения фиксируются вблизи мест массового отдыха. На сегодняшний день в Гомельской области насчитывается 66 официальных зон отдыха. Это значит, что они закреплены за коммунальными предприятиями и другими организациями. Частота этих зон в первую очередь заслуга именно работников таких предприятий. Это определенный влечет затрату по очистке этой территории коммунальными службами и другими организациями, которые связаны за эту территорию. Они должны будут, кто-то должен быть убрать. Статус официальной зоны отдыха означает, что в таком месте есть все для цивилизованного и безопасного досуга. Мусорные контейнеры, туалеты, станции-освод, малые архитектурные формы, кабинки для переодевания и выездная торговля. В Гомеле таких зон отдыха 6, в том числе 4 на реке Сож. В области больше всего зон отдыха в Чечерском и Светлогорском районах. В то же время в Гомельском районе, куда в выходные стараются уехать жители областного центра, по настоящий момент нет ни одной официальной зоны отдыха. Это чонки. Здесь ежегодно отдыхают люди. И одна из задач – это вот такие места обустроить, и чтобы официально придать им статус зону отдыха. Разговоры о том, что пора эти зоны отдыха узаконить, ведутся давно. В этом году такая работа уже запланирована. Только детских площадок планируется более 12 организовать по местам отдыха на воде. Более 60 контейнерных площадок в области планируется еще дополнительно установить. Это упростит и отдых людям, и поддержание таких мест в надлежащем состоянии. Ведь куда проще выбросить мусор, когда рядом есть контейнерная площадка. Сами бутылки не образуются. То есть, когда человек отдыхает, он может в пакетик забрать, вывезти. Но таких людей, к сожалению, не так много. Мусор у берегов – это лишь часть видимого загрязнения окружающей среды. С первым весенним солнцем люди все чаще устремляются на берега водоемов на автомобилях. И порой совершенно забывают о требованиях, которые определены Водным кодексом Республики Беларусь. А ведь любая стоянка транспортного средства ближе 30 метров от водоема – это загрязнение воды. На глаз я прикинул, но немножко не хватило 5 метров. Так, 25 метров получилось. Штрафы очень большие, будем более внимательно к этому относиться. Только в прошлом году за аналогичные нарушения привлечено более 480 физических лиц на сумму более 50 миллионов белорусских рублей. Уже в этом году с данным нарушением попались более 50 граждан, которые осуществляли стоянку транспортного средства в неустановленных местах. За нарушение правил стоянки или за мойку транспортных средств предусмотрен штраф до 10 базовых величин. В ближайшее время ответственность собираются ужесточить, вплоть до конфискации автомобиля за повторное нарушение в течение года. Однако наказание – это не сама цель. Главное – формировать экологическую культуру. Ведь именно она является одним из признаков цивилизованного общества, которое думает не только о настоящем, но и о будущем. Редактор субтитров А.Семкин